Любите ли вы сказки? Что за вопрос? Конечно, любите, даже если вы уже совсем взрослый и очень серьезный. Вы ведь знаете их огромное множество. О мышке-нарушке и лягушке-квакушке, о хитром мужике и глупом барине, о богатырях и королевнах, о змее Горыныча и бабе-яге, о волшебных приключениях и чудесных превращениях. Сказки – это наше первое знакомство с литературой, первые уроки доброты, трудолюбия, храбрости, справедливости. Значит, чем больше сказок знаешь, тем мудрее станешь. Таким мудрым человеком и был Александр Николаевич Афанасьев. За 8 лет он собрал, изучил и издал огромное количество русских народных сказок, волшебных и бытовых, сказок потешных, сказок о животных. Выдающийся русский историк, исследователь русского фольклора, литературовед Александр Николаевич Афанасьев родился 11 июля 1826 года в уездном городе Багучари, Воронежской губернии. Вскоре Афанасьевы переехали в Бобров, где отец семейства долгое время служил стряпчем, мелким судейским чиновником. Когда Саше исполняется 11 лет, он поступает в Воронежскую губернскую гимназию. Гимназические годы остались в воспоминаниях будущего фольклориста не только зубрежкой, но и первыми попытками бороться за свои права и убеждения против несправедливых наказаний. Уже тогда в мальчике появились те черты, которые со временем переросли в сильный характер. После окончания гимназии Александр уезжает в Москву, где поступает на юридический факультет университета. Еще в тот день там, в 20-летнем возрасте Афанасьев опубликовал первую статью. По окончании университета Афанасьев находит работу в Московском главном архиве Министерства иностранных дел. Одновременно он редактирует журнал, библиографические записки, публикует исторические документы. Его перу принадлежит много интересных статей. Но главный труд Александра Афанасьева – это трехтомное собрание сказок. Всего было их 8 выпусков. В издании 1873 года тексты впервые расположены в определенном порядке. Сказки о животных, волшебные, бытовые сказки. Ученые приняли такую классификацию, и она применяется до сих пор. Последним трудом Афанасьева стало издание русских детских сказок, куда он отобрал самые интересные сказки для ребят, приспособив фольклорные произведения для детского чтения. Несмотря на тяжелую болезнь, Афанасьев упорно трудился над составлением этой книги. Он очень хотел, чтобы маленькие читатели узнали и полюбили народную сказку. «Сокровище, открытое Афанасьевым, бесценный, мертв до сих пор не зная другого собрания народных сказок, которое по богатству можно сравнить с Афанасьевским». Так давайте и мы вместе с Александром Афанасьевым побываем в царстве народной сказки. Сказка из сборника Афанасьева «Дурак и береза». В некотором царстве, в некотором государстве жил-был старик. У него было три сына, двое умных, третий дурак. Помер старик. Сыновья разделили имение по жребию. Умным досталось много всякого добра, а дураку один бык, и тот худой. Пришла ярмарка. Умные братья собираются на торг ехать. Дурак увидал и говорит, «И я, братцы, поведу своего быка продавать». Зацепил быка веревкой за рога и повел в город. Случилось ему идти лесом, а в лесу стояла старая сухая береза. Ветер подует, и береза заскрипит. «Под что береза скрипит?» – думает дурак. «Уж не торгует ли моего быка?» «Ну, говорит, коли хочешь покупать, так покупай. Я не прочь продать. Бык двадцать рублев стоит, меньше взять нельзя. Вынимай-ка деньги». Береза ничего ему не отвечает, только скрипит. А дураку чудится, что она быка в долг просит. «Изволь, я подожду до завтрашнего». Привязал быка к березе, распощался с нею и пошел домой. Вот приехали умные братья и стали спрашивать. «Ну что, дурак, продал быка?» «Продал. За дорого?» «За двадцать рублев». «А деньги где?» «Денег еще не получал. Сказано, завтра приходить». «Эх ты, простота!» На другой день поутру встал дурак, снарядился и пошел к березе за деньгами. Приходит в лес. Стоит береза, от ветра качается. А быка нету. Ночью волки съели. «Ну, земляк, подавай деньги. Ты сам обещал, что сегодня заплатишь». Ветер подул, береза заскрипела. А дурак говорит. «Дурак, подавайся в лес». Приходит и требует денег. Береза скрипит да скрипит. «Нет, земляк, коли все будешь завтраками почивать, так я с тебя никогда не получу. Я шутить-то не люблю. Живо с тобой разделаюсь». Как хватит ее топором, так щепки и посыпались во все стороны. А в той березе было дупло. А в том дупле разбойники спрятали полный котел золота. Распалось дерево надвое, и увидел дурак чистое золото. Нагреб целую полу и потащил домой. Принес и показывает братьям. Где тут дурак добыл-то столько? Земляк за быка отдал. Да тут еще не сполна все. Чай половины домой не притащил. Пойдемте-ка, братцы, забирать остальное. Пошли в лес, собрали деньги и несут домой. Сказке конец, а мне меду корец.